А где крестились? На речке или? Нет, в бассейне у нас. Я это, мне прислал один грек, как крестят правильно. Оказывается, в обычной купели, даже младенца, можно крестить вполне полным погружением. Было бы желание. Вот я Игнать Тихонович нам прислал. Нет желания крестить у нас, оказывается, полным погружением. Так же быстрее? Ну да. Ну да, ну да. Что-то у Игнать Тихоновича никак не загружается. Боже. Там, оказывается, в купель, в детскую, ну в детскую, наливают, сейчас ребеночка садят, и наклоняют. И вполне в три погружения можно крестить. Не надо обливать, как-то. Женечка. Я просматривал, просматривал. Ну это правда, что в Галилейском море остров появился? Да я что-то слышал, я что-то в последнее время за новостями особо не слежу, я тут в православии сильно копаю, что у меня даже нет времени. Ты в Израиле живешь, израильтянин, и не знаешь, ты на всем новостях первый. Слышал, слышал, слышал. Где я сейчас докладываю? А? Да слышал что-то там, и как бы из-за того, что как бы дождей вроде как бы мало, вроде как бы там что-то появилось, какой-то островок. Большой остров появился? Большой остров, да, появился, да. А это в этом, в Мертвом море на окраине появляются там тресные озера с рыбой тоже, не знаешь? Ну это я не слышал такое. Ну а по пророчествам я слышал такое, что Мертвое море, оно оживет в конце, что из Иерусалима... Оживет, конечно, по языке, оживет оно, оно... Потекут реки воды живой сверху, получается, из Иерусалим же наверху, а Мертвое море внизу, и... Ну, ты правильно, перед пришествием антихристиана должно ожить. Ну говорят, что как бы когда храм построят, из этого храма потекут реки воды живой, я не знаю... Нет, это уже выдумки иудеев, на самом деле... Ну и все к тому идет, все к тому идет. Ого. А что ты там такое мне интересное прислал, что ты там нашел? Я пока то еще так... Ну посмотри там, почитай, что же, там интересное есть, там... Ну, готовятся священники иудейские, потом там готовят их... Потом в Галилее остров в этом галилейском, в Кенерите. В Кенерите, вот. Вот, потом озерца появились, пресные в этом Мертвом море. Ага. Вот эти вот. Обязательно я просмотрю. Посмотри, посмотри. Там пять пунктов, которые уже начинают исполняться, вот такие. Да, да. Ну, сегодня же на съемке пор все постятся. Съемки пор. Судный день? Да. А я только полдня попостился, уже поел. Ну и я поел. Да. Вот. Да, сейчас все поем. Ну, тяжело поститься. У нас каждый день судный. Каждый день может быть последним. Не, ну, так интересно даже на государственном уровне это все так сделано, что все полностью. Никто не работает. Работать запрещено. Все. Ага. Ну да, Йом-Кипр. Да. Никто сегодня не работает. Ни одна душа. Это праздник труп. Райхан. Нет, Рошешана. Рошешана. Ну, Рошешана. Ну, в Йом-Кипр тоже это самое. Сегодня же произносилось имя Божие. Это сегодня-то, когда... Как первосвященник заходил в святая святых, Коджа Кадашимы, произносил имя Божие. А в это время трубы трубили. Тоже. Шафары трубили, чтобы не слышно было имя. Да. А где же Сережа, Сережа, как его, Пупков-то? Будем мы сегодня заниматься. Так он должен сам собрать. Почему как-то вышли вперед-то его? Так, не знаю. Я вот написал ему, я готов. А потом появилась вот эта вот, там, Елена Ефимова-Челябинская. Ну, вообще этот. Я присоединился и все. А где он, я не знаю. Я ему написал, что готов. И все. Никаких одни ответа, ни привета пока. А можно задать пока вопрос? Вот у меня такой вопрос. Игнатий Тихонович, тысячелетие, говорит, сейчас идет. А как же сатана скованно, если вот под сатаной все вот? Я ничего не понимаю. Ну, значит, будет еще больше разгул сатанизма. Нет, ну, Христос-то он как? Он сошел в ад и связал с сатаном. Вот. И сейчас идет тысячелетнее царство. Все правильно. А он не связанно, если вот тут. Ну, как не связанно? Это, это нас. А вот сейчас вот так. Да тут уже набрались людей. Это почему не ты собираешь-то? Надо сказать, наверное, всем отключите. И тогда ты... А? Ну, кто собирает? Я же не знаю. Мне позвонили, я ответил, что я сижу здесь, жду. Что нужно? Чтобы все отключились, и ты нашел их? Или как? Ну, давайте отключимся. Сергей не может ни до кого дозвониться. Неправильный путь избрали. Ну, давайте отключимся. Сейчас всем выйти. Выйти из скайпа. А он начнет нас собирать. Да, Сергей, ты кого знаешь собирать-то? Вот, Рахель, это Райхан, она зашла. Сергей Ильин. И Евгений с Израиля. Ну, тут еще кто-то есть. Ну, а кто сейчас слышит нас, чтобы они сами зашли. Когда Сергей начнет набирать. Итак, выходим. Отключай. Не, 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 не. Вот, вот. Ну, и это еще. Крутится. Че, отрывает? А? Отрывает? Я не знаю, ну, оторви. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот.